и йоги с вами шумики и сегодня мы поиграем в игру под названием the elder scroll в 4 обливер я думаю сначала начать с пятой части 5 на более офигений остальных поэтому я решил начать 4 почему же с 3 но со свитков потому что там вот эта система так сказать шанса то есть если здесь у нас точные попадания то там система шансов и только из-за этого я как бы не решил играть на такой таки хочу обещал сделать посмотрю новая музыка музыка блузка мне интересует так много потише сделаем так все хотя ладно назад назад новая игра я немножко поиграл в нее примерно до конца обучения но коли наследник твои будут на амулет король будет драконы огня гореть вечным пламенем как символ верности нашей для всех людей и богов а в игре до хера книг за это я не знаю я родился 87 лет назад шестьдесят пять лет я властвовал над там и но сны мои так и остались не подвластны мне я видел врата обливиона врата за которые отказывается заглянуть сознание знай же во тьме притаился враг готовится он уничтожить эту землю если кто не понимает он говорит ада драйдах сегодня двадцать седьмое месяца последнего зерна четыреста тридцать третьего года эпохи акатоша близятся последние дни третьей эры и последние часы моей жизни удачи cuja облили кладка игрок по графике гури минис играбельно 3 но блин там только если моды постанавливать можно будет поиграть мне нужно быть все равно фичи всякие посмотреть насчет прокачки потому что этом тоже много поиграл по скрытость я здесь скрытость довольно хорошо качается быстро так за кого бы поиграть имперец мужика женщина тут вообще посрать будет у нас мужик имперец вооруженцы культуры многонациональной провинции сиродил искушены в дипломатии и торговли короче нехороших дипломатии торговли помимо образования и учтивости они известны своими умениями обращаться с тяжелой броней что делает их из них хороших воинов так у тебя плюсы это тяжелая броня да искушены в дипломатии торговли скорее всего в торговле тоже нормально типа краснореча есть дальше каджит ух ты шьем и так родом из провинции элисвейр они умные проворный и быстрым благодаря природным лов так природ природной ловкости и акробатическим способностей из них получаются превосходные воры все каджиты могут видеть в темноте плюс это в темноте и он типа вор хороший ладненько что дальше лесной эльфы жители лесов западного валан валан вуда также известны как босс мира лесные эльфы приворные и быстрее из них получаются хорошие разведчики и воры во всех там прелиях нет лучших лучников чем они не славятся своей способностью управлять низшими существами короче управление существами и хорошей стрельба в луке норды гражданинская рима это высокий и светловолосый народ сильный и выносливый а норды знамениты своим враждебные сопротивляемости холода из них получится очень хороший воин очень хорошая сопротивляемость холоду сильные то есть по силе да и плюс выносливость орк подождите а уроки были в 5 я не помню шьем и обитателя гор род гаррианом и драгон гантейла орки окружены широкими известным своим мастерством оружейники широко известным своим мастерством орки воины облачены в тяжелые доспехи и числится среди лучших бойцов империи способны так особо ужасно на врагов наводит их способность использовать я раз берсерка так я раз берсерка ношение тяжелое оружие и оружие вообще используем радгард радгард ну ты чё лучшие воины в там реале они будто рождены для битвы помимо природного склонности к овладению боевыми искусствами они также крепко сложный и был так обладает высоким сопротивлением к болезням и ядом так короче сопротивлением болезням ядом темный эльф также известны как данмеры на своей родине в мара увидите темные эльфы славятся умением владеть мечом луком так магии разрушения они обладают сопротивление огню не могут вызывать себе в помощь духа предков колдуны арганианин это прикольно так раз а рептилии прекрасно приспособлена к обитанию в коварных болотах своей родной страны они выработали естественные макет к болезням и ядом а то есть у него сопротивлению сразу есть максимально к болезням и ядом могут дышать под водой и успешно справлять со взломом замков я думаю давайте наверное возьмем аргагианца так как он хорошим взломе я не знаю как будет здесь происходить зону но я думаю пока что его лицо форма у тебя есть брови давай глаза ладно нет это не тонн оттенок борода ни хрена себе что у них тоже есть борода ладно губы у нас сброс случайно плавник гребень шипы о давайте шипы шипы и длина максималка давайте где-то вот такая чтоб не было очень большой ну так да или давайте немного побольше давайте такую только я думаю а шлем если он будет носить сойдет ну возраст а возраст у них в цвете да изменяется давайте пускай будет молодой комплекция толстый худой давайте средний щелк то готова так выставим ваш выбор аргагианин да так добавлено задание чтобы идти вперед нажмите то чтобы идти назад поверните на право нажмите так для поворота персонажа используя здесь шифт для начала бега эй ящерица должно быть это разбивает твое сердце быть так близко к воде и знать что тебе никогда больше не придется плавать аргагианин но не волнуйся очень скоро ты умрешь это точно ты умрешь здесь эй ты слышишь стражники идут зато и бля они мертвы не так ли? где фпс? нужно будет вертикальную синхронизацию вырубить а то фрезы нет они мертвы я знаю это что этот заключенный делает здесь эта камера должна была оставаться свободной наверное стража напутала я ладно открывай эту дверь назад заключенный если ты встанешь у нас на пути мы убьем тебя без колебаний ты заключенный уйти с дороги отойди к окну не опутайся у нас под ногами заключенный держись от этой двери подальше отойди к окну живо никаких признаков побольше все заключенные хорошо пошли мы еще не выбрались из этой передряги ты я видел тебя подойди ближе хочу тебя я видеть именно тебя я видел во снах о значит звезды были правы и день тот наступил какой день? боги дайте силы мне а что происходит? сыновья мои подверглись нападению ассасинов я следующий мои клинки ведут меня из города им ведомым секретным путем по велению случая вход в туннель в твоей темнице а почему я в тюрьме? возможно боги поместили тебя сюда дабы мы встретились что до деяния твоего не важно это не потому тебя запомнят люди а кто вы? я твой император уриэль септим по велению богов служу я тамриэлю и правлю им и ты как гражданин тамриэля послужишь своей стране своим путем а что делать мне? ты найдешь свой путь будь осторожней вижу кровь и смерть на том пути пожалуйста ваше величество мы должны идти дальше лучше не закрывать ее с другой стороны эту дверь открыть невозможно похоже сегодня твой счастливый день только не путайся у нас под ногами так окей давайте так сохранишь как можно можно ну вы видите вот немного поиграл двадцать одну минуту в принципе а подожди это время которое сейчас показывает ну в принципе давайте сохранюсь я перезапущу игру и выключу вертикальную синхронизацию потому что блин хотя может настройках просто зайти в графику подожди давай деревья наполовину объекты трава траву тоже наполовину поставим обзор пуск остается так здание отдаленные деревья внешне тени не отключена это не надо высокая низкая нормально пускай будет отражение я думал отключить в окнах вот так отключаем заглаживание о блин я не знаю но все равно как бы не очень комфортно ну что ты мне теперь скажешь шей ты ладно полетели так у нас мы сидим на картах так если чё мы в каких-то гробницах уже так чё тут нужно лутать в скариме вот допустим в скариме да всегда было что-то интересное монетки где-то спрятаны валяющиеся так открывается все это дело на таб так ух тут уже есть описание всего зло скрытность уже прокачиваться скрытность повышена скрытность повышена ну я просто побегаю тут о о все в порядке пока мы в безопасности капитан номер 2 ой подожди а что с оптикой не включены звуки а что не понял включены все включено у нас пойму то что тут как интерфейс нет много неудобной смотрите я уже поднимаюсь а но только поднимается походу когда именно в раке да ну так ладно давайте я немного почитаю что здесь еще есть так коварным болотом своем родной стороне знак не выбран класс не выбран так максимальный урон который вы можете выдерживать сон зелье и заклинание могут восстанавливать ваше здоровье при чтении заклинания расходуется магия скорость восстановления магии зависит от вашей силы воли сон зелье и заклинание могут восстанавливать вашу магию запасил характеризует вашу усталость низкий запасил отрицательно влияет на эффективные ваши действия особенно в ближнем бою запасил восстанавливаться быстрее при ходьбе а не при беге ну если смотреть то что мы а ну ка ну у меня стоит по идее что человек постоянно бегает да а это стой это вот все а но вы видите у меня стамина не так уж стамина заканчивается но блок сильный удар ну такое ладно что у нас еще есть так уровень чтобы повышать уровень здоровья так уровень необходимо улучшить главные навыки соответственно вашему классу соответствующему нашему классу то есть не определенный да сила в лет на максимальные количество переносимого вами груза на вашу запас сил и на урон наносимое оружие прижимого боя таким как мечи и топоры отвечать на навыки дробящие оружие клинки и рукопашный бой угу хорошо интеллект влияет на запас вашей магической энергии отвечает за навыки алхимии колдовство и мистицизма значит сила самая лучшая сила воли влияет на скорость восстановления магии так и на ваш запас сил отвечает за навыки разрушения изменений и восстановления а этой магии скорее всего ловкость влияет на вашу способность уклоняться и стоять на ногах на шанс на ваш запас сил на урон при стрельбе из лука отвечает за навыки взлом скрытность и стрельба ага хорошо определять насколько быстро вы можете двигаться отвечает за навыки атлетика легкие доспехи и акробатика выносливость влияет на ваш запас сил и здоровье определяет насколько возрастает ваше здоровье при повышении уровня отвечает за навыки блокирования блокирования оружейник и тяжелые доспехи обаяние влияние на отношения к вам людей персонажи с высоким обаянием легче собирает информацию отвечает за навыки красноречия торговли и иллюзия значит есть еще информация удача удача как восстановляет на все ваши действия но не отвечает ни за какие навыки но у нас в принципе сил скорость ух сколько здесь гильдии есть прошло дней навыка уровне 21 найден карнинирного шуток сказ шуток еще анекдоты буду ладно активное задание одно оружейник позволяет содержать оружие и доспехи надлежащие состояние износ уменьшается эффективность оружия доспехов основной атрибут выносливость атлетика позволяет быстро бегать и плавать а также повышать скорость восстановления спаса сил основной атрибут скорость новичок клинки позволяет более успешно наносить режущий и колющий удар и стальные кинжалами и мечами блокирование позволяет парировать ближние атаки защищая и оружие успешные блоки уменьшают наносимый вам урон основные атрибуты выносливость новичок дробящее оружие позволяет более успешно наносить сокрушающие удары молотами и топорами прокопашный бой атака без оружия наносит урон врагам и изматывает их силам тяжелые доспехи позволяет более эффективно использовать железные стальные железные стальные дримерские орочи эбонитовые и дедрические доспехи алхимия позволяет создавать зелье и эффективно использовать все алхимические ингредиенты изменениям но это понятно магия колдовцы понятные иллюзии ну магия вообще не будем заниматься восстановление позволяет исполнить заклинание для тех восстановления увеличат окей акробатика позволяет дальше прыгать и избегать повреждения при падении с больших высот вот это что новенькое легкие доспехи это ладно стрельба ладно торговля позволит добиваться более выгодного условия понятно позволяет использовать отмышки для вскрытия на замках дверей и сундуках красноречие скрытность позволит совершать карманные кражи искрытно передвигаться но можно просто на картах сидеть и просто бежать так как у нас стамина почти не заканчивается я не знаю зависит ли это из-за нашей брони или это же нас влияет на все так а это у меня что урона 6 единиц на цели магическая школа разрушения на себя это у меня все да да это а нет а это пассивная сопротивление болезням 75 это процент скорее всего способность иммунитет к яду сто процентов дышать они под водой дыхание под водой это довольно хорошо из-за чего потому что потому что так ага инвентарь наш стандартный замешка можно как-то быстро выкидывать вещи просто это так я вижу наш вес броню и золото походу да ну я хочу посмотреть дадут мне или что-то ну типа чтобы приготовиться к исполнению оружия или клуба нажмите о крыса 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 так как там к навыкам вернуться не так ничего нету о повреждения запасил ладно маска берем так как вам нужно оружие ощутить телка капитана арена окей так как я седа проба 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 ух какой блин у него хвост взяли хила так факел меч хорошо так взяли готово в смысле 6 для я вас понял меня кинули как мне посмотреть свои простоты ах все сюда а это карта ни хрена себе значит запомнить нужно что сюда или туда переключаться на немного повысил о сундук золото ржавый железный топор а дробящее пускай будет мне кажется у меня такие же уроны были когда я бил ее просто руками лук что у тебя мешки крана циркуль ничего не стоит а мне отмычки нужны хорошо факела ничего не весят и как вы видите дубинка не буду брать еще тело лежит огненная стрела так ключ отмычки отмычки тоже ничего не весит хорошо так бочка отмычки я вот это не понимаю что это но урон железные стрелы взять стрелы кажется вес тоже имеется это плохо а то кинжал ну поехали если у вас есть отмычки вы можете попробовать взломать почти любые замки понимаясь так стопка измечка отмычка когда он окажется на верхнем положении закрыт закрепите его там чертите левый кнопкой мышек когда все будут закреплены наверху замок откроется я вот это пробовать такой бред вот вот как что это за бред к нужно быстро все делать ну ладно ну ладно вообще раз золото но дверь открыто используя использовал новичок еще не имеет краса так тихо чтобы потряс так использовать можно на самом деле так делать бей туда-сюда если не ошибаюсь да увеличится пусть то что у меня шит от нее лучше поставить всегда бегать да я не знаю может тут еще есть другой какой-то спринт да ну что весит ни хрена себе ржавые не нужен я вам наверное тяжелый не буду брать вес довольно большой на это тяжелые доспехи факела я не знаю можно лучше взять думаю так они чего-то добегут так он еще не видит хорошо ну типа глаз затемненный так статы и он очень слабо атакует так магия тоже да потихоньку качает нет взлом а не восстановление да тоже прокачивается он еще не заметил но скажите вот как он не заметил я мертвецкая плоть и сразу я буду восстанавливаться полностью то что это восстанавливает хп но я потихонечку но восстанавливаться этого не страшно на самом деле пока что игра не такая что плохая так так тут крыса не заметил это хорошо о мне кажется здесь все равно какие-то скрипты есть а смотрите как быстро прокачивается но если там можно в принципе обузить я могу сейчас остановиться да и буду обузить мне кажется чем больше врагов тем она быстрее делается да ну-ка я побольше немного потом продолжим ни хера не пообузил она куда-то ушла поэтому у меня бус не продолжается вот здесь давайте она заметила заметил меня зато блокировку повысил ладно я соберем хера прыжки как выносливость забирают так сразу хилимся отмычки зелья зелья а смотрите когда видите а бегу типа она не так быстро восстанавливается как до этого это когда именно бегаешь обуз ну что вам сказать в принципе если обузить бегом оно намного быстрее чем ходьбой то есть быстрее накапливается весь этот процесс я думаю если скрытности прокачают у меня вообще будут замечать как вы видите уже 17 я не знаю в скайриме если не ошибаюсь максимально было то 90 до а тут фигов знает и меня заметили они все равно немного забирают так восстановление но восстановление но восстановление только можно апать когда тебя куцет до 20 я в принципе поднял этот ну такое ладно ой немного заметили ой немного заметили о сундук поверьте это очень неудобно как взламывать знаете насколько это сложно то есть мне нужно сразу так все замки сделать я не понимаю лучше на самом деле авто попытку потому что что я могу только взломать обычные замки я наверно потом видосики посмотрю как взламывать улучшенные так ржавый железный щит железненький да ну в принципе он больше весит на очень много но но защита лучше а это тяжелый да я чего не выбросить еду я думаю можно собрать сколько подожди то что прочность есть не понял ух ты ж ё-моё стоять стоять не не тогда тебя на всякий случай возьму я не думал что здесь этот прочность есть у вещей ну то есть там восемьдесят девять и сколько я скорее всего уже в процентах нанесу урона но все равно это не сильно-сильно так я брать не буду хелиться хвостики и всякое такое с собой беру ничего не лежит нигде кажется нет ладно поехали у 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 vant м а то и крысе посрать ваншот атака но типа знаете максимальный урон типа в спину монетки я типа если вскоре имя кинжалы взять там же типа есть множитель на кинжалах давайте хотя бы сохраняться буду а то так иду иду куда туда приду но все равно мало вещей и не так сильно все отличается от чего-то эль понижает интеллект на одну единицу на 60 секунд на себе понижать силу воли но зато восстанавливает хп ну хотя у нас бесконечная мана плюс бесконечная прикольно так скрытость а что еще улучшается таким образом блокировка скоробную рукопаш на когда я дрался крысе до походу кинжалы на фиг его вот там свет горит еще некачественный рубин так ты имеешь какую-то ценность книги а это одно использование я понимаю так томат 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 и мясо лук стрельбу я наверно не буду прокачивать а где то что я только что подобрал я вас понял эти паш карта локации это глобальная карта можно как-то долить ее тюрьма императора дорогой район замок ну блин мне не нравится то что карта маленькая то есть я не могу ее на все открыть и посмотреть что допустим там мне будет вот так только листать активное задание карта текущее задание выполнено задание и все равно я понимаю вот это что ингредиенты до собираю или он сразу и жирает нужно попробовать в этом черепки какие-то вы не нашли ничего это я лутаю вы можете назначить цифровую клавишу любому вашему предмету или заклинание удержаться цифровую клавишу и щелкнуть ее а давайте я наверно тогда установлю лук да если можно ага так алчан сразу за спину ну да в принципе нормально того у меня будет только лук на троечку так это ничего ладно скорее всего грибы тоже будут что-то довесить если такие найдутся вам удалось собрать вам удалось собрать поехали смотреть мясо мясо шляпки повреждение здоровья то есть хавать это не жилюзя это плохо а я думаю это как в этом в первом когда у то банки вы стояли типа никому не удается совершать побег из имперской тюрьмы за последние 40 лет ну мы просто вышли оттуда нас выпустили миска цветло-коричневая одежда не хочу песочные часы кисть кирка кирка может пригодится уууу так этот гоблин еще не видит вас вы можете проскользнуть мимо него чтобы как раз нажмите уже обратно внимание что когда вы крадетесь перекрестивая прицелы превращается в глаз если глаз темный это значит что никто вас не видит если глаз яркий это значит что кто-то из присутствующих может его заметить ауч ищем ищем грибы мне кажется благодаря этим грибам я смогу хилки потом делать так а скрытность у меня новичок все еще я так вы нашли ступку и пестик используйте их чтобы готовить зелье или ядами а все возможны как и 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 Ваш навык алхимии, тем сильнее получается алхимия. Чем больше зелий вы создаете, тем больше навык алхимии. Чтобы повысить силу зелий, используйте дополнительные алхимические параметры. Ну шо, поехали. А, и все, да? Эффект. Будем создать. А ну-ка, подожди, если я это удалю и поставлю ток о восстановлении здоровья. Ага, и любой, короче, предмет на восстановление. Восстановление, восстановление. Пффф, ну, босс, это где? Создать. Немножко, конечно, сложно понять. Ну, короче, мне нужно просто с одинаковыми этими делать, да и все. Примеры я понял. Выход. Насколько это использований? Понятно. Что это за значок, я не понимаю. Повреждение, восстановление. 50 единиц магии. Самоделки. Прикольно, на самом деле. Яд невидимого гания. Так, вы получили записку от Баттэля. Из университета таинства. Если я смогу вернуть украденные артефакты, две меры, это могу получить награду. Надо будет добраться до лагеря Алис, и попробовать найти эту бандитов. Продолжить. Так, я походу туда. Что у тебя? Отмычки. Это неплохо. Жареная крыса. Забираем твою мяску. Не понимаю. Или когда щелчки вот эти нужно клацать. Не врубаюсь. Взлом для меня еще остается загадкой. Зомби здесь прикольно выглядит, на самом деле. Показалось. Гоя лук используется, строчка. Ой, перекрестье такое немного. Перекрестье довольно не очень. Шкура медведя, скорее всего, это пойдет мне на этот. Как оно называется? На шерсть для кузницы. Для кузницы. Так, ловушки хорошо будем знать. Что здесь такое есть? Кости. А я могу... А, он просто подбирает. То есть, понимаете, я вещи не могу. Плохо. Ну, блин, она здесь все равно ни хера не стоит. Зачем она тогда мне нужна? Часы тоже ничего не дают. Хотя, может, часы для чего-то пригодятся. Так, а вот тебя я поставлю на пятерку факел. Почему не отображаются факелы? Непонятно. Непонятно-непонятно. Так, бревна какие-то. Че тут у нас? Все равно сложно для понимания все это. Щерепок. Яблоки, яблоки. Здесь я помню, нужно вот так просто сделать. Ах ты, что, зараза. Я тебе сейчас тоже популяю. Пожа перекресток. Ой. Давай, кто кого. Хорош. Так, отхилец. Могу я подбирать стрелы, которые втыкнуты? М-м-м, да. Это хорошо. Булава, булава. Видите, главное оружие, которое у них, которое они отбросили, оно типа не отображается, что можно его подобрать. Ржавая, булава, пускай лежит. Ржавый, ржавый, железный меч. Короткий. Это короткий, алло. Это меч? А кинжал, тю? Игла, когда атакуете. Попускай будет меч. Чёрт, а вы замки, всё равно я не врубаюсь. Как бы то ни было, всё равно не понимаю. И где вот твое оружие? Где твой лук? Где твой лут? Гоблин. А вот он. Железный лук. Сохраниться, сохранить, да. Сложно. Сложно. Щит. Сколько стоит? Двадцатку. Сколько у нас тут щит стоит? Ну, в смысле, недостаточно мне, чтобы... В смысле... Блин, вот это мне весит немного система выброса оружия. Так, вон там один, тут один. И там шаман. Окей, давайте я так, похожу. Работает. Сейчас попробуем, попробуем. Да, работает боя, побегаю немного, потом продолжим. Как я понимаю, крысы имеют способность телепортации. То есть, они стояли там за решёткой. И они все сюда потелепортировались на эту сторону. Как-то это странно работает. Если честно. Опа. Мягкая ступа и при части в тенях. И при части в тенях вы делаете всё, чтобы остановиться незаметными. Вы приобрели начальные навыки в области скрытности. Если врага не обнаружит вас, вы наносите дополнительный урон, проведя скрытную атаку. И это у меня куда добавляется? Ученик у нас теперь. Прикольно. Это подесь сюда, да? Нет. Эффективность. Как понять эффективность? Эффективность чего? Хамелеон. Ну, я вас понял. Непонятно, что значит эффективность. Скорее всего, если я отдохну, вы можете ждать. Скорее всего, это и есть эффективность. Не, народ. Теперь, короче, очень жёстко и очень долго накапливается. Поэтому, я думаю, полетели далее. Ебать, бель, тут две крысы. Надеюсь, они меня не видели. Так, шаман, к тебе мы сейчас придём. Что тут у нас? Так, ящик. Так, давай пять штук возьму. Потом буду яды создавать. Так, эль мы всё забираем. Ремонтный молоток. Отмычка. Вы нашли ремонтный молоток. Воспользуйтесь им, чтобы чинить свои орудия и доспехи. Используйте навык оружейника. Повреждённое оружие или доспехи менее эффективны. Так что старайтесь держать их в хорошем состоянии. Молоток используется один раз. Теперь сейчас будем это думать. Молоток у нас к чему относится? Интересно. Так, кирка, короче, как я понимаю, мне нахер не нужна. У нас, походу, здесь копать нечего. Ага. Давайте. Я пока оставлю. Оставлю. Мне кажется, он на один раз. Возьму тебя на всякий случай. Поэтому пускай лежит. А длинный меч. Хорошо. Ты идёшь у нас... Куда? Сюда? Мы идём к шамаму. Сейчас будем резать шамаму. Заметьте, что... Я хотел сказать, заметьте то, что... Когда я... Почему хотел сказать? Я забыл, ладно, плевать. Посох. Какой попробуем шаманский посох? На цель. Можно зарядов. А! В смысле? Ля, так он не навсегда. Как это дерьмо, слышите? Если... Тогда мы могли полностью использовать, да? Посох ещё в Скайриме. И там она забиралась в магии. То здесь как-то уже нет. Ладно. Нет, так нет. Вот видите, мне нужно долго бегать, чтобы типа восстановить. И поднять вообще. Давайте я немного, короче, потакую их. Шестикратный урон. Крыса, крысы, 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 крысы. Ладно, полетели отсюда. Нужно выбираться и заканчивать серию, потому что уже 56... Можно даже сказать 57 минут. А то, что у них оружие улетает, кухер знает куда. Вот это плохо, да. Ладно, лёгкие я умею. Научился взламывать. Некачественный топаз. Золото, золото, серебряная ваза. Ну, давайте возьмём, пускай будет. Потом с багрю, может, в магазин в каком-то придём. F5 тут есть? Да, есть. Это очень хорошо. Будем в скрытности бегать. Фиг узнает, кто тут ещё может быть. Так, отмечте железные стрелы. И дверька. Заполняйте пустые камни душа, племеном душа различая, я понял. Там призер какой-то был нарисован. Нужно еще на таких уступах смотреть, тут тоже бывает что-то. 25 FPS. Подмога? Почему ты думаешь, что она прибудет сюда раньше, чем здесь появятся эти ублюдки? Пусть ветки нагарят драконьи огни! Мертв! Опять этот заключённый! Убейте его! Он может работать на этих убийц! Меч! Нет, не из них он. Он может помочь нам. Он должен помочь нам. Как? Им не понять, почему я доверяю тебе. Они не видели того, что видел я. Как могу я объяснить? Слушай, тебе ведомо девять. Тебе ведомо, как направляют они наши судьбы своей невидимой рукой? Нет. Так. Девятера направляют, изучают нас. Это кто вообще? Я не очень хорошо разбираюсь в богах. Я не знаю, я не задумывался об этом. Служил я девяти все дни мои, сверяя жизнь свою с небесным циклом. Всё небо в искрах звёзд неисчислимых. Пылают все они, и все сверкают, и каждая есть знак. Я знаю звёзды хорошо. Скажи, какая отметила твоё рождение? Я понял вас. Так, ученик способность ученика даёт вам прибавку к магии в сто единиц, но также на сто повышает уязвимость к магии. Пф, херня. Леди. Благословение леди даёт вам постоянную прибавку в десяти единиц к силе воли и выносливости. Маг. Способность мага даёт вам постоянную прибавку в пятьдесят единиц магии. Вор. Способность вора даёт вам прибавку в десять единиц к ловкости, скорости и удаче. От Трунаха. Способность Трунаха отнимает у вас возможность восстанавливать свою магическую энергию со временем. Вместо этого вас наделять пятьдесят процентов поглощением заклинаний, позволяющим пополнять магию. А ваш базовый урон магии повышен на сто пятьдесят единиц. Нахера себе. Лорд. Рождённый под знаком лорда получает способность кровь с севера восстанавливать до девяносто единиц здоровья. Впрочем, вы получаете также проклятие. Тролеподобие. Постоянно повышая уязвимость к огню. Постоянно. То есть каждый раз плюс двадцать пять, плюс двадцать пять, да. Любовник. Вы можете раз в день использовать поцелуй любовника, чтобы парализовать противника на десять секунд. За счёт стоить двадцать фута, ты чё, вылежь. Ритуал. Рожены под знаком ритуала могут раз в день использовать способность подарок Мары для эффективного восстановления собственного здоровья. Слово благословения может испугать нежить. Опа. Это прикольно. Заклинание змея наносит врагам урон медленным, но сильнейшим ядом. При касании. Одновременно вы налагаете лечение и рассеяние магии на себя. За счёт потери сто единиц вашего запаса здоровья. Налагаете лечение и рассеяние магии на себя. Тень. Способность целунная тень дарует вам невидимость на шестьдесят секунд. Использовать её можно один раз в день. Ахера его. Ну я думаю, наверное, леди. Сила. Силеволя. И внусливость. Либо ловкость, скорость и удача, либо леди. Ну я думаю, леди возьму. Да. Знаки, что читаю я, указывают на конец моего пути. Неизбежно смерть и в срок придёт. А что насчёт меня? Звёзды наши не совпадают. Сегодня леди поддержат тебя на пути к славе. Видите ли вы мою судьбу? Так страшитесь ли вы смерти? Сны мои не предвещают мне удачи, указывая лишь на неотвратимость конца. Но ты, в тебе я вижу солнце луч, сиянье яркой славы Акатоша, тьме наступающей противно. Просто мыло. С надеждой этой и обещанием твоим помочь на сердце облегчение. Победы или иные свидетельства успеха сейчас неважны. Могу сказать, я жил достойно, и дух мой упокоится легко. Человек есть плоть, кровь и разумение. Ему ведом рок, но час неведом. Но в этом я благословлён. Я знаю, когда пробьёт мой смертный час. Предстану предначертанным судьбой, затем паду. Куда мы идём? Я к гибели своей иду. Пронзительнее музыки тот голос, что зовёт меня. Проводишь ты меня немного, затем расстаться мы должны. Зачем он улыбается? Стопте, 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 стопте. Лаптик, лаптик. От тебя тоже может быть польза. Вот, неси этот факел, держись рядом. Клинки. Орель септим. Моя работа – вывести императора отсюда живым. И я это сделаю. А клинки? Мы – телохранители императора. В нашу задачу входит защищать его в ситуации подобной этой. Хотя, должен признать, всё идёт не совсем по плану. Держись поблизости. Нет времени на разговоры, заключённый. Мы должны продолжать путь. Бау. Могу я не идти туда, я хочу сюда. Наш путь разош... Клянь, тут закрыто. Ладно, давайте тогда дойдём докуда-то и, в принципе, закончим. Стопа, у меня одежда не портится. Лени. Одежда. Нету одежды, нет прочности. И, в принципе, я думаю... Подожди, я кошелим на щит, ещё один подобрался. Лени, типа, застакались. Давайте, я думаю, на этом тогда мы с вами закончим. Ладно, нет, мы не закончим. Мы бежим защищать императора. Манатики какие-то жёсткие. Они просто сами всех разносят. И у них мечи, ребят. Мечи, вот эти бечи. Это очень жёсткие мечи. Они просто сами там дерутся. Я могу на карты просто здесь бегать. И повышать себе... Вон, отхилиться ещё могу. Так, дверь. Нужен ключ. Они вообще им ничего не могут противопоставить. И вот с них можно ахилы пособирать. Так, окей, они туда пошли. Давайте мы попробуем сначала эту дверь. Ф-5. Да. В смысле, акробатика это прыжки? Минуточку, минуточку. Прикольно. Прикольно. Ладно. О, сундук. Тихо, 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 тихо. Тут тоже был сундук? Нет, тут у меня был сундука. И я, короче, когда в Муравин играл, я что в воду куда-то заплыл, и там я остался в воде. Я в текстурах сострял и сдох в них. Прикольно было. Орили Септем является... Стой! Мне это не нравится. Нужно осмотреться. Мне это тоже не нравится. Король, давайте уйдем. Хм. Хм. А давайте-ка мы с вами сделаем вот что. А, блядь, этот чел смотрит. Ладно. Черт! Эта дверь заперта с другой стороны. Это ловушка. А как насчет бокового прохода вон там? Можно попытаться. Пошли! Ребят, у вас мечи. Бечи. Вы, кстати, а что у короля в кармашке? А, ты так и... Не-не-не! Это мой! О! Ребят, я все понял. До свидания. А, блядь, кровь, заимператор. А не сходи. Куда же ты съесть, ваше величие? Нет! Охраняй его даже ценой своей жизни. За императора! Фу, манать. За клинков! Не, ну нет. Я не могу идти дальше. Тебе в одиночку придется противостоять принцу разрушения и его смертным слугам. Амулет королей не должен достаться ему. Возьми амулет. Отдай его Джоффри. Он один знает, как найти моего последнего сына. Найди его и затвори накрепко врата обливена. Окей. Да ну встань! Помоги! Помоги! Монать! Нет. Дала, спасибо. А чё я отхилец не могу? Хил дерьмово работает. О! Сандалия. Ну хреново себе. Может мы тоже сандали одеть. О! Один откатился. Вау! А ну-ка, 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 ну-ка. На него он побольше будет. Могу я залазить куда-то? Не, я могу только так делать. Ладно. А всё, щелиц, щелиц. Походу, есть щелицы, только не могу во время боя, да? Мы подвели его. Нормально. Я подвёл. Клинки поклялись защищать императора. А теперь он и все его наследники мертвы. Нормально. Амулет. Где амулет королей? Его не было на теле императора. Император и отдал его мне. Странно. Он что-то увидел в тебе. Поверил в тебя. Говорят, это драконья кровь, что течёт в жилах каждого септима. Они видят больше, чем обычные люди. Амулет королей – это священный символ империи. Большинство полагает, что символом является корона красного дракона, но она всего лишь драгоценность. Этот амулет обладает силой. Говорят, его может носить только истинный наследник трона. Император, должно быть, отдал его тебе с определённой целью. Он сказал, с какой? Мне нужно отнести его Джоффри. Джоффри? Он так сказал? Зачем? Есть ещё один наследник. Никогда не слышал ничего подобного. Но если кто и знает об этом, то только Джоффри. Он грандмастер моего ордена. Хотя ты этого не подумаешь, встретив его. Он живёт тихой жизнью монаха в приорате Вейнон около города Корл. Ко мне попасть туда? Сначала тебе нужно выбраться отсюда. За этой дверью вход в канализационную систему. Это за запертыми воротами. Мы как раз туда и направлялись. Это тайный выход из имперского города. Или предполагалось, что он тайный. Вот. Тебе понадобится этот ключ, чтобы открыть последнюю дверь, ведущую в канализационную систему. Канализацию? Там тебе встретятся крысы и гоблины. Но судя по тому, что я видел, могу предположить, что тебе достанет твоего опыта как ассасина. Я прав? Опа-на. Теперь вы можете выбрать класс вашего персонажа. С самого начала навыки, являющиеся главным для вашего класса. Будут выше прочих. Вы будете повышать свой уровень, развивая эти главные навыки. Агент. Скрытность. Специализация скрытности, обаяние, ловкость. Взлом, скрытность, акробатика, стрельба, иллюзия, торговля, красноречие. Акробат. Ловкость, выносливость, скрытность. Блин, я бы на самом деле... О, можно вора взять. Взлом, главные навыки. Взлом, скрытность, акробатика, стрельба... Ну, стрельба нет. Тут взлом, скрытность, акробатика, стрельба, блокировка, клинки, красноречие. Ассасина. Взлом, скрытность, акробатика, стрельба, легкие доспехи, алхимия, клинки. Барт Клинки, блокирование, иллюзия, алхимия Легкие доспехи, торговля Красноречие Сила, интеллект Разрушение, изменение Это боевый маг Нихрена, их тут Чародей Давайте сразу специализацию смотреть Сила Так, блокирование, иллюзия, тяжелые доспехи Тяжелые я не буду носить Клинки, красноречие Рукопашный бой Клинки, это оружие, держи, все, да? Разведчик Скорость, выносливость Пилигрим Восстановление, атлетика, клинки, разрешение Дорогащее оружие, рукопашный бой Маг, клинок, ночи Взлом, скрытная, сахарбатика, стрельба, легкие доспехи, торговля, красноречие А можно свой класс Вот, риля Взлом, скрытная, сахарбатика Акробатика Мне клинки нужны Вот этот, получается, сахарбат Взлом, скрытная, сахарбат Вот, он кругу свой Так, выберите специально спецнавык Получая 5 Повышение быстрее Позволяет вам быстро Погр... Мышка, что-то, значит, на плохое действовать Позволяет вам быстро Прогрессировать при исполнении боевых навыков Оружение, котлетик, клинки Блокировка торбящего оружия Рукопашный бой Тяжелые доспехи Скрытность При использовании в следующих навыках Акробат, легкие доспехи Стрельба, торговля, взлом Скрытная, красноречие Окей Та, блин, подожди Не-не-не Нифиг не просто то, что мне нужны клинки И сюда Окей Выберите ваши два любимых атрибута Вы получите прибавку Опять каждому из них А, глаза гулять Давайте Мне нужна, получается, ловкость Атлетика, легкие доспехи Акробатиков Оружие, тяжелые доспехи Грузовым запасом Грузовое оружие, клинки Рукопашный бой Разрушение, сменим Основное влияние Отвечает вам Взлом, скрытная стрельба Тяжелые доспехи Блокирование Скорость Да, пускай будут эти два Суженые, змеи восстановления Так, выберите 7 главных навыков Каждый из них начнет с уровня 25 Семь главных навыков Блин, не знаю, не знаю Алхимия Атлетика Наверное, взлом Восстановление Ну Мне колюще бы так Скрытность Разрушение Плюс эффективное оружие доспехов Клинки Так, это уже сколько? 1, 2, 3 4, 5 Еще два Та-та-та-та Легкие доспехи Ну и давайте, наверное На блокировку Колдовство Красноречие Мистицизм Разрушение Рукопашный бой Либо стрельбу Лучше взять Типа место восстановления Да, блин, у нас Я сама по себе восстановлюсь Поэтому Блин Да хотя Введите так название вашего класса Искатель приключений Искатель приключений Нотировка взлом, сила, ловкость, скрытность И взлом, восстановление, скрытность Да, поехали Я почти угадал В любом случае крысы и гоблины не должны доставить тебе проблем А после канализации куда? Тебе следует доставить этот амулет Джоффри Не мешкай, сразу направляйся в приорат Вейнон Понятно? Да, я все понимаю Нет, пожалуйста, объясни подробнее Не волнуйся так С тобой будет все в порядке Я понимаю, на тебя свалилось сразу столько всего Но уж если кому и пристало удивляться, так это мне Я отправляю сбежавшего заключенного с амулетом королей Но император доверил его тебе не просто так А я верю в нашего императора Амулет королей нужно доставить Джоффри в приорат Вейнон Он знает, что с ним нужно делать Джоффри должен знать, как найти наследника императора Амулет нужно доставить наследнику императора Уриэля Тогда новый монарх может быть коронован А что ты? Ты что будешь делать? Я останусь здесь охранять тело императора И прослежу, чтобы никто не последовал за тобой Тебе нужно отправляться в путь Да пребудет с тобой Талос Кстати, спасибо за меч Гленроя Я позабочусь, чтобы он занял почетное место в зале славы Клинков Нееет К мне попало объявление Снак Гралбура Из коншинистерых Так, гнедых Она предлагает экипировать лошадь, брони Или условия предоставлять ей такое объявление Что нашел я Нужно будет отвезти мою лошадь к ней И воспользоваться предпол... Я думал мне меча дадут Но это не честно, эй Блин Обидно Так, а еще у меня под деньгами Восемьдесят восемь Давайте, короче, я думаю, на этом мы с... О, долтай, подождите, короля Раздафь императора в паку Столетия назад в за... Так Задание В заливе Анвил Произошло большое сражение В этом сражении Первый граф Анвила победил Легендарного пирата Торадана Аб Дугала Хоть и слышишь Слухи о подземной пещере В... Окрестностях замка Авин Эль Если верить этим слухам То в этом пещере Покоится капитан Дугал И его корабль Я должен проверить Эти слуги Как можно скорее Кое Бля... Почему нет Так Куда это проход Так Короче Я не знаю На самом деле Куда здесь мне нужно идти Поэтому мы здесь заканчиваем Потому что уже время Час 23 Поэтому Сохранить Сохранить Да Давайте посмотрим Что у нас изменилось И в принципе Закончим Ух Скрытность Как бы Увеличилась Хорошо Ну В принципе Нормально Уровень Первый Надеюсь Все у нас Хорошо А То есть Мне сюда Да Нужно Тогда мы сейчас Сходим в эту Светилище 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 В светилище Сходим Потом в канализацию Пустимся Поэтому Как-то так Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Комментируйте Всем удачи И всем Пока Пока